Шариатский патруль Это вопрос, это проблема, это то, на что необходимо получить очень серьезный ответ То, что пытается сегодня делать Ислам Исмаилов в Москве, уже делали или пытались делать или осуществляли в Лондоне так называемые дети мигрантов Потомки мигрантов, которые своих единоверцев призывали не курить, не пить, не нарушать устой шариата Вот это появилось 28 февраля в Москве Первое, на что обращают внимание эксперты, это указывая и анализируя это событие, говорят о том, что это провокация Провокация, которая направлена на дестабилизацию межконфессиональных отношений в Москве, в столице России Второе, о чем говорил, собственно, сам организатор этого мероприятия, Ислам А Ислам это человек, который активнейшим образом участвовал в движении СтопХам Где он наработал опыт, где он получил навык общения с москвичами и с гостями столицы, которые нарушают правила дорожного движения, паркуясь в неположенных местах Это, он говорил о том, что это социальный проект Социальный проект, который не имеет религиозной потоплеки Хотя в средствах массовой информации и, собственно, в самом ролике говорится о том, что мы обращаемся к единоверцам Мы, единоверцев, мусульман, призываем к порядку Это очень важный момент, очень существенный и, пожалуй, ключевой момент То есть, появляется ситуация, когда единоверец, организатор так называемого шариатского патруля, нарушает закон, выпивая в неположенном месте Рядом стоит неединоверец Ему, значит, неединоверцу можно нарушать закон, к нему никто не подойдет А вот к единоверцу можно подходить и делать ему замечание То есть, здесь идет уже какая-то диверсификация Здесь идет какое-то соприкосновение с законодательством действующим Которое одному можно нарушать, другому нельзя нарушать И, наконец, третья версия, которая анализируется Напомню, первая это провокация, вторая это социальный проект А третья это даваат, это проповедь ислама И, в принципе, многие кавказские блогеры указывают на то, что они, признавая то, что это действительно проповедь ислама Что это миссионерство своеобразное Говорят о том, что это нельзя делать публично, что это нельзя делать на камеру И тут есть определенная тенденция на конфронтацию Потому что ни один из исламских деятелей российского федерального московского уровня Медийных исламских деятелей, имамов и муфтиев, не поддержал эту инициативу Они выступили резко против В том числе лидер духовного управления мусульман Москвы Альбир Кырганов Лидеры, в принципе, всех практически федеральных мусульманских организаций Которые выступали с комментариями, они выступили кто в резкой форме против Кто в менее резкой форме Но я хочу акцентировать внимание на чем Ведь это движение, это ответ на что-то И я говорю, что это ответ на слабость Потому что неисполнение органами власти своих обязанностей Влечет появление вот таких вот адептов Которые будут заменять собой, в принципе, власть И указывать гражданам на то, что они не правы Почему сотрудник полиции не может сделать замечание Человеку, который выпивает в неположенном месте Это его функция А ее забирает человек, который приехал из другого региона Который наработал здесь определенную практику Пришел к выводу, что этой практики ему достаточно Для того, чтобы инвестировать эту практику, эти возможности Эти знания, умения и навыки в другой проект Который уже имеет деструктивное содержание Опасное содержание Которое является примером для подражания многих уже других граждан Религиозно-конфессиональный проект Который изначально так позиционируется организатором Это видно в ролике Направлен против большинства Потому что указывая на то, что здесь нет какого-то гражданского Или какого-то общенационального фактора Если вы внимательно посмотрите ролик И внимательно его проанализируете То там увидите, что пьяными валяются русские Что пьяные русские там играют на гармошке Что там женщины выпивают Если ты обращаешься к единоверцам То обращайся к единоверцам Зачем показывать тогда не единоверцев Которые тоже нарушают закон Так же, как и твои единоверцы Дело в том, что фактически И этот вывод напрашивается из ролика Идет разжигание межконфессиональной и межнациональной розни Идет противопоставление меньшинства большинству И большинства меньшинству Это мы видим на поверхности Ислам Исмаилов Возможно Имеет отношение К тем процессам Которые инспирированы давно И внешними силами Что происходит на самом деле Я сомневаюсь, что эта идея Которая уже апробирована на западе Является Новой какой-то технологией социальной Это идет привнесение И возможно И скорее всего так оно и есть Что это заказ Конкретный заказ Под конкретный проект Проект, который является Или преследует цель Ослабления межконфессионального мира И государственности России Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова